Халлилуйя! Слава Богу! Благословение Господне каждому из вас! Аминь! Слава, слава Господу нашему, Иисусу Христу! Это еще один чудесный день, халлилуйя, который Бог приготовил для нас с вами, чтобы явить свою славу. Знаете, каждый день, когда мы просыпаемся и видим, что небо существует, и все, что глаза наши видят, это достоинство, чтобы мы сказали Богу спасибо, потому что все это Бог создал для тебя и меня. Мы являемся причиной, почему Бог все это делает. Без человека нет смысла земля. Все пройдет, но кто не пройдет, его слово, и ты будешь с ним вечно. И это круто, и это замечательно, и это есть благословение во имя Иисуса Христа. Благословляй всех вас! И на основании Писания, Эфицианам 3 глава, смотрите, что там написано. 20 стих. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы что просим или о чем помышляем. Тому слава церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Божье желание – это сильное желание. Он хочет, чтобы от поколения до поколения, от веки до веки, что-то происходило. Его слава явилась нам в его церкви на земле. Халилуя! И продолжилось с ним на небесах. Но более того, что он хочет нам на земле, он хочет, чтобы наши желания были исполнены. Он хочет, чтобы то, о чем мы думаем или то, о чем мы просим у Господа, он говорит, есть кто-то внутри нас, его Святой Дух, и тот может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Поэтому он говорит, скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать от плоды дел свои. Халилуя! Знаете, когда Дух Святой в тебе, это что-то, это что-то особенное, это такое благословение. И когда он в тебе, он действует. Он не отдыхает. Он не на курорт из неба приехал. Просто он пришел, чтобы действовать. Халилуя! Слава Богу! У нас есть действующий Бог, действующий Святой Дух. И он пришел жить внутри нас с вами, чтобы исполнить того, что мы просим или о чем мы помышляем. И это приятно знать во имя Иисуса Христа. Поэтому он сказал, Евангелие от Марка, 11 глава. Евангелие от Марка, 11 глава, известное местописание, многие из нас, 23 стих. Смотрите, что написано, словами Иисуса. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усмниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Аллилуйя! Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верите, что получите, и будет вам. Сегодня мы говорим о желании и действии. И вот слова Иисуса, которые говорят нам о том, что когда мы молимся, мы должны верить в Бога, иметь веру в Божию. И когда мы имеем веру в Божию, и мы просим что-то у Бога, и не будем сомневаться, он говорит, будет нам, что бы мы не скажем. Аллилуйя! Аллилуйя! Что мы говорим Богу, что мы скажем Богу, это то, что есть желание в нашем сердце. И когда это желание, совпадая с его волей, его волей, есть наше желание, о, поверите, Бог спешит исполнять его слова. Написано, будет ему что не скажет. Потому что когда ты скажешь, ты сказал то, что Бог сказал. А когда ты говоришь, что Бог говорит, Бог делает то, что Он говорит. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому стоит, чтобы мы знали, что Бог говорит обо мне, о моем здоровье, о моем мире, о моей жизни, о моей семье, о моей работе, о моем служении. И когда я говорю, что Бог говорит, Бог спешит исполнять свою работу. Он сказал, его Дух, который внутри нас что делаем, Он может сделать больше, чем мы можем думать или просить. И это есть благословение для тех, которые познали эту истину, что Бог живет внутри нас, чтобы исполнить Его Слово, касающее нас, наше спасение, наше исцеление, наше благословение, избавление от прокладия, избавление от всего, чтобы Его слава открылась, чтобы Его слава была в Его церкви, в Его храме. Аллилуйя! Слушайте, оказывается, что мы с вами есть ходящим сосудом славы Божьей. Написано, вся земля наполнись славой Божьей. И ты есть один из тех, через которого Его слава наполняется всю землю. Скажите, амин на это! Аллилуйя! Сегодня у нас ретрит, и ретрит – последний день, но не последний, совсем. Ретрит – буду продолжаться. И мы переживаем Бога особо здесь. И название ретрита – «Помазание Духа Святого». И много чего Бог открывает нам здесь. И те, которые не имеют возможности здесь, зайдите в наш сайт или YouTube «Семини-центр Евангелия». Записи есть, прославления, проповеди и так далее. И наслаждайтесь Богом! Аллилуйя! Вместе с нами здесь. Но сегодня последний день здесь, и мы еще переживаем Бога здесь. Аллилуйя! Я хочу не взять много времени ваше, говоря о том, что, о теме, которую мы поняли, желание и действие Божие. И вспоминать об одной молодой даме по имени Анна. Давайте поговорим с ней, что она нам скажет. Первый час, есть такая книга, первый час, первая глава, мы встречаемся с этой удивительной дамочкой, Анной. Она была замужем, Элканой. И у нее было одно глубокое желание, чтобы иметь сына. И не просто иметь сына ради того, чтобы быть мамой, но она хотела Богу подарок сделать. Удивительная женщина, удивительная женщина. Кто-то хочет, непонятно, что-то иметь, но эта женщина хотела иметь сына, чтобы посвятить его Господу. Она не хочет, чтобы он чем-то занимался, он хочет, чтобы он был человеком Божьим. Хорошее желание, не правда ли? И вот, в долгое время она не могла родить ребенка. И каждый год с мужем имели возможность приезжать в храм, чтобы поклоняться Богу. И когда они приезжали в храм, у нее было только одно желание. Это удивительно. Знаете, посуществовать далеко, и ей не было интересной экскурсией. Заниматься, ходи, посмотри, что там в городе, новое место, какие примечательные места. У нее было только одно желание. И она находилась в храме, в Доме Божьем, где она верила, что Бог услышит ее. И у нее было одно желание. Давайте посмотрим, первая глава, первая книга ЦАС, 10 стих. «И была она в скорби души, и молилась к Господу, и Голка плакала, и дала обет, и говоря, «Господи Савауф, если ты презрешь на скорбь раби твои, и вспомнишь обо мне, и не забудешь раби твои, и дашь раби твои, дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Аллилуйя! Она выразила свое желание, и не иметь этого благословенного сына, для нее это как скорбь. Она плакала, она рыдала, она думала, как у нее будет сын. Она представила себе, это сын для Господа. Она просит у Бога что-то, чтобы потом отдать самому Богу. Это было удивительное желание этой женщины. Аллилуйя! Она хотела что-то от Бога, чтобы отдать Богу. Она не говорит, дай мне, и я пойду по своим дорогам. Ты дашь мне, я посвящу тебе. Наверное, сегодня ты тоже говоришь что-то подобное. Господь, благослови меня, мне нужно что-то от тебя, которое я мог бы посвятить тебе. То, что будет касаться твоего сердца. И смотрите, что произошло. Семнадцатый стих. Ее заметит священный храм, певосвященник этого храма. И тот подошел и говорит ей. Другими словами, Бог услышал тебя. Собирайтесь. Иди домой с миром. Господь исполнит твое желание. Аллилуйя! Аллилуйя! Дорогая, которая слышит меня сейчас, поднимись. Перестань плакать. Времени радости уже наступают. Мир Божий да наполняйтесь со вашей. Ибо Господь Бог услышал вашу молитву. То, что ты просил, чтобы Бог прославился в этом, в твоей просьбе, Бог это сделает. Потому что Иисус сказал, Иоанна 14 глава, Он говорит, все, что попросите Отца во имя Мое, то я сделаю, да прославится Отец Сыне. Отец хочет быть прославлен. Иисус хочет, чтобы Отец был прославлен. И твои просьбы, это будет причиной славы Божьей. Аллилуйя! Твоей жизни. И что произошло дальше? Девятнадцатый стих. Стал она, стал она с мужем поутру, поклонились пред Господом и восстратились, и пришли в дом свой, Раму. И познал Экана, Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Оказывается, что Бог не забивает. Бог вспомнил о ее молитве. Бог вспомнил также сегодня о Твоей и моей молитве. Это желание. Бог сделал больше, что она просила. Она просила только одного сына. Одного сына она просила. А смотрите, что Бог сделал. Посмотрите со мной, вторая глава, двадцать первый стих. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще троих сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил восрастил, восрастал у Господа. У нее вместо одного появилось сколько? Шесть. Аллилуйя. Слава Иисусу. Она просила у Бога одного сына. А действующий Бог в нее сделал несравненно больше. Больше, чем она просила или она ожидала. Аллилуйя. Я верю, что Бог сделает больше для вас. Аминь. Когда Бог видит, что твое желание, совпадая с Его волей, Бог готов удивить тебя больше, чем ты можешь себе представить. Потому что Бог хочет больше славы в твоей жизни. Аллилуйя. И ты тоже увидишь славу Божьей больше в твоей жизни. Аминь. Аминь. Потому что вот что Писание дает нам понять. Она знала, к кому обратиться. И она изливала душу свою, сердце свое. И хотела иметь тесный связь с Господом. Аллилуйя. Вот об этом и Давид тоже сказал. Салом 26 глава. Четвертый. Одного только я хочу. Одного только я хочу. Чтобы прибивать в доме Господне. То есть, эти просьбы, эти молитвы, иметь какое-то отношение с Богом. Это не только Господь, дай мне, дай мне, только дай мне, только мое. Не, 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 я хочу, чтобы Бог тебе счастлив того, что я даже прошу от тебя. То, что я буду иметь. Хочу, чтобы оно иметь какое-то отношение с тобой. Помните Соломон? Когда Бог явился ему, он построил Богу храм. И Бог спросил, что ты хочешь? Спроси у меня. И он говорит, я хочу мудрость. Как я могу управлять твоего народа? Народ, который тебе принадлежит. Как я могу вести их без тебя, без твоей мудрости? Дай мне мудрость. И Бог сказал, сынок, ты не понимаешь, что ты просил. Ты не просил мне золота. Ты не просил мне, чтобы отдать тебе враги твои. Ты не просил мне дома. Ты не просил мне богатства. Ты просил у меня мудрость, чтобы руководить моего народа. Чтобы быть царем моего народа, чтобы вести их. Я дам тебе то, что даже ты не просил. Я дам тебе славу свою, богатство. Все, 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 все. Но и я дам тебе та же мудрость. Потому что это очень важно. И Бог дал Солому мудрость, которой до него не было. И после него написано не будет. Смотри, столько он писал нам стихи, притчи о мудрости. О жизни. Люди приезжали, царисы приезжали, другие приезжали, чтобы испытать его мудрость. И они удивлялись. Настолько в нем была мудрость Божия. И кроме того, они удивлялись. Богатство, которое у него было. Что даже то, таретки, откуда кушали его слуги, другие цари не имели такие вещи. Одежды, которые были его слуги, другие цари не имели это. Царица из Ефиопии приехала, она удивилась. Друзья мои, Бог может сделать несравненно больше, чем мы просим. Он хочет, чтобы наше желание совпадало с его желанием. Вот почему Иисус сказал, имейте веру в Божию. Вера в Божию ведет нас к воле Божией. Халлилуйя. Слава Богу. И смотрите, в последние дни, что будет происходить? В последние дни, что будет происходить? Хочу, чтобы мы открыли книга Агай. Есть такая книга, да? Агай. Так, так, где Агай? Агей, Агей. Агей, Агей, Агей где ти? Книга Агей. Окей, нашу вторая глава. Агей, вторая глава, седьмой стих. Что там написано? И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саввобо. Кто это желаемый всеми народами? Это Иисус Христос. Он говорит, я потрясу все народы. Придет время, когда все народы по всему миру будут желать только одно. Они будут желать Иисуса Христа. Они познают Иисуса. Придет день, когда весь мир будет сказать, О, если бы у нас был Бог, если бы у нас был Спаситель, если бы у нас был Господь, придет время, когда все имя будут собираться и будут желать кого? Иисуса Христа. Желаем мы все народы. Желаем мы все народы, не будут деньги. Желаем мы все народы, не будут богатства. Желаем мы все народы, не будут кто? Иисус Христос. Аллилуйя. Сегодня он уже пришел более 2000 лет назад. И он стал желаемый для многих из нас. Но другие еще не стали. И придет потрясение. Такое потрясение, которое люди увидят, что выход есть только во Христе. О, как я молюсь, чтобы это время настало. Аллилуйя. Когда люди начинают думать и начинают мыслить и начинают желать только Господа Иисуса Христа для спасения, для избавления, для освобождения от власти сатанинской. Чтобы свят Господь воссиял их сесса, воссиял их жизни. А когда свет Господа сияет, тьма оступает. Аллилуйя. Но у Бога есть принцип и подход и способ потрясать мир. Когда начинают мировые катаклизмы, мировые проблемы, у Бога есть инструмент делать ты и я, которого Иисус назвал свет миру. Аллилуйя. И мы должны что делать? Идти и открыть людям желаемы всеми народу. Проповедовать желаемы всем народу. Они должны знать его, они будут знать его через уста ваши, через свидетельство ваше, через проповедь ваше, через того, что внутри вас, что Бог делает. И ты расскажешь мне, это желаемы всем народу. Я познакомился с ним, я знаю его, он изменил мою жизнь, и он есть тот, кому вам нужны. Тот, кто вам нужны. Вот он есть тот, которого вы ищете. Аллилуйя. Желаемы всем народу. Когда Иисус пришел, дорогие мои, Иисус сказал, ибо так вас любит Бог мир и Ода Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имей жизнь вечную. Почему Иисус станет желаемым всем народу? Потому что придет день, когда ты поймешь, что ты не хочешь умереть, ты не хочешь погибать, ты хочешь спасения, ты хочешь жизни, ты хочешь здоровья, ты хочешь мир, ты хочешь радость, ты хочешь быть Богом. И путь к Богу это желаемый, который Бог представит нам, Иисус Христов. Поэтому Бог презентовать нам, представит нам желаемый все народы. Тот, который будет ответом для народа, для Украины, для всех городов Украины, для тебя и меня, желаемый для твоей семьи, это Иисус Христов. Скорее гради, Господи, Аллилуйя, вот такая молитва, скорее гради мою семью, скорее гради в Украине, скорее гради, желаемый все народы, мы желаем тебя, мы хотим видеть тебя. Когда мне сложно, когда мне трудно, я знаю, желаемый все народы, он мой, желаемый, и я иду к нему, прибегу к нему, Аллилуйя. Моя мама меня научила из детства, я помню, когда я учился в школе, в колледже, живо в общежитии, у нас такие школы, большинство из них, ученики в общежитии, при школе, и когда я, меня, нас отпускали домой только по причине, если какие-то проблемы и школа или колледж не можем разрешать, например, человек болеет, его отпускай домой, или только каникулы тебя отпускай домой, это как в армии, и я приезжал домой, я помню, в школе дни, часто у меня голова болела, не все, что там давали, нам кушать, там мне нравится, и организм мой принимал, и у меня часто голова болела, не было раз, что я приезжал домой и восстрашался таким же, каждый раз, когда я восстрашался домой, Матуса знает, куда меня везти первым, она берет меня, неважно какой день, она будет ждать день служения и ведет меня прямо на собрание, она знала, как она, что если она пойдет к церкви и помолится за меня, все изменится, это было желаемое ее, ее Иисус, и она приводила меня к сужению, иногда за меня молиться, паса, иногда паса не успевал, но не было, что я выходил из церкви с головной боли, или какие-то немощи, тоже день Бог меня исцелял, моментально, и следующее утро, знаешь, что она сказала, тебе нечем заниматься дома, собери вещи и школу, иди, иногда я хочу просто быть с Матусей немножко, не, не, иди учись, ты уже здоров, здоровье людей учатся, иди, о, это была чудесная женщина, и я рад, я ее сын, она поймала это откровение, и каждое утром, и до типа семь часов ровно, она общалась с ее желаемой, и даже ее муж не остановит ее, с его желанием, моя мама с Иисусом не играла, желаем ее, семь часов ровно, она говорит, мои ангели приходят собрать ответ мой к моему желаемому, моему это желаемому, и, 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 все нас попроси молчат, она заходит в свою комнату и общается со своими желаемой, я научился знать, когда мне что-то сложно, трудно, я бегу к кому? Иисусу, желаемый народа, я знаю, что Иисус слышит, он во мне, он в тебе, и он может сделать несравненно, больше, сего, чего мы просим, или о чем мы помышляем, и сегодня я хочу оставить вас этими мыслями, Бог действует, так написано, действующий в нас, встречается с нашей просьбой, молитвой, и то, о чем мы думаем, я молюсь сегодня, я не знаю, о чем ты думаешь сейчас, но есть желаемый всеми народу, и он есть твой желаемый, я молюсь, чтобы твое желание было исполнено имя, для славы Божьей, и для свидетельства Его славы, твоей личной жизни, скажите Амин, 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 что бы ни случилось, что, в чем бы ты ни проходишь, первый беги к Иисусу, он есть твой желаемый, благословляю вас, увидимся завтра, в это же время, и запомните, Иисус Христос, желаемый, всеми народы, и Иисус Христос, люблю вас, увидимся, смиром Богу, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,